Сегодня я хотел поговорить с вами о том, что происходит в бывших советских республиках Средней Азии, а конкретно в Кыргызстане. Кыргызстан давно стал независимым и идет своим путем. И там происходят всевозможные демократические процессы. В отличие от соседнего Узбекистана или Таджикистана, где власть не меняется десятилетиями, в Кыргызстане ситуация другая. Здесь власть меняется часто. За последние 10 лет было две так называемые революции, когда люди выходили на улицу и в результате массовых беспорядков прогоняли своего президента. Приходил Мовой, которого через некоторое время точно так же прогоняли. При этом лилась кровь, при этом разрушались дома. Были межнациональные столкновения, спровоцированные именно вот такой непростой передачей власти. Всем, наверное, памятные Ожеские события 2010 года, когда мирно жившие рядом друг с другом кыргызы и узбеки бросились убивать друг друга. Наверное, демократии, ну, не в самом прямом смысле этого слова, в Кыргызстане все-таки больше. Но нужно посмотреть, какая это демократия. Самые президентские выборы в Кыргызстане были в прошлом, в 2017 году. Победил представитель правящей партии Саранбай Женбеков. А основной его конкурент, Амурбек Бабанов, после окончания президентской кампании подвергся уголовному преследованию. В нормальных демократических странах такого обычно не бывает. В процессе кампании тоже были злоупотребления. Сторонник Бабанова, Канат Исаев, был арестован. Ему вменили попытку государственного переворота, завели в уголовное дело. Опять же, это не совсем демократичный подход. Это просто устранение политического соперника. Поэтому говорить о том, что в Кыргызстане построено реальное демократическое общество, ну, несколько наивно. Все же это псевдодемократия. Еще одной бедой этой республики является тотальная, просто повальная коррупция. Коррупция процветает всюду. Люди, которые обращались к нам, которые с нами связывались, писали нам, рассказывали о случаях, когда деньги с них вымогали, начиная с учебных заведений, где оценки ставили за определенную таксу. Ну, кстати, об этом есть и публикации в прессе, что существует такса, за которую ты можешь, даже не посещая учебное заведение, получать оценки. И, с другой стороны, если ты деньги не платишь, будь ты семи пядей во лбу, ты не получишь диплом. Прокуратура тоже умеет зарабатывать. Эти зарабатывают немножечко другим способом. Заводятся уголовные дела на людей, которые имеют определенный доход выше среднего. И за взятку эти дела закрываются. Ну, вообще говоря, это, конечно, уголовные преступления, и это нехорошо. Это запрещено всеми конвенциями, и конвенциями о правах человека, и всеми законами, человеческими и божьими. Ну, а для Кыргызстана это норма. Депутат парламента Эльвира Сурабалдеева даже публично выступила в прессе с рассказом о том, что некоторые депутаты Жигар-Кокенеш парламента покрывают организованную преступность. Имеют связи с организованной преступностью. Небезызвестный Камчик Кальбаев, единственный кыргызский вор в законе, совершенно однозначно имеет связи с людьми, входящими во власть. Уж дюже удобно и хорошо происходит событие в его жизни. Когда нужно, его отпускают. Когда нужно, его арестовывают. Иногда даже меняют законодательство, с учетом его обстоятельств. От этого всего, естественно, страдают простые люди, которые вынуждены платить, платить и платить. Еще одной бедой является ущемление прав женщин. В Кыргызстане это особенно развито, даже по сравнению с соседними исламскими республиками, Узбекистаном, Казахстаном. В Кыргызстане процветает обычай похищения невест. Причем это происходит не так, как где-то в других местах, где этот обычай был и уже изживает себя. Там, как правило, люди согласны, и невеста согласна. И это просто красивый обычай. В Кыргызстане это реальное похищение. Зачастую девочек, которые учатся в последнем классе школы, похищают, увозят в другой населенный пункт, удерживают сутки. После этого она считается опозоренной. И ее родственники, для того, чтобы не выносить это, якобы позор на всеобщее осуждение, предпочитают договориться с похитителем и оставить девушку замужем. Очень много судеб было сломано вот таким образом. Нелюбимый человек и, естественно, семья распадается. Растут дети, растут без отца. Государство не вмешивается. Обращение в полицию в данном случае не приводит ни к каким результатам. В полиции, в милиции, прошу прощения, в Кыргызстане служат такие же кыргызы, как и те, которые похищают. И они просто отмахиваются от заявителей, что является нарушением статьи 7 декларации о правах человека, которая гарантирует всем защиту закона. В республике в последнее время бурно идет рост радикального ислама. Было много и существует много кыргызов, которые были с оружием в руках, воевали в Сирии. Они зачастую возвращаются. Никто с ними особенно не борется. До тех пор, пока не началась стрельба, они никому не интересны. А между тем идет проповедь, призывают к чужим обычаям, которые для кочевого кыргызского векового общества являются чуждыми. Радикальный ислам – это арабское, это некоргызское изобретение. В этой же связи происходит преследование тех, кто верит иначе. Есть такая группа, такая община – мусульмане Ахмади. Вот недавно с нами общался человек, принадлежащий к этой общине. Он рассказал о том, что мусульмане Ахмади – ущемленная группа Кыргызстана. Их ущемляют даже не только государственные власти, но и соседи-мусульмане относятся к ним предвзято, и защиты они найти, опять-таки, не могут ни у кого. Такая категория, как христиане, например, христиане-баптисты, христиане-пятидесятники, которых не очень много в Кыргызстане, но они есть, с ними вообще вопиющие случаи. В прессе описан случай, когда не позволяли, когда мусульмане, радикальные, может быть, не позволяли похоронить женщину-баптистку, кыргызскую, кстати, по национальности, потому что считали, что инаковерующим не место рядом с умершими мусульманами. Ее четырежды выкапывали, четырежды перевозили с места на место. Власть не могла или не хотела решить этот вопрос и помочь. Министр внутренних дел Кыргызстана публично в прессе обвинил баптистов в том, что они являются экстремистской организацией. Но ведь это же чушь. Это нарушение свободы совести, свободы исповедания религии. Таким образом, в Кыргызстане Кыргызстане в Кыргызстане Кыргызстане